Слово предоставляем Игорю Александровичу Морзелюку. День добрый, добрым людям. Мне очень приятно быть разом с вами. Я хочу, во-первых, вас пущу поиншеваться над выходящим святом. Для меня особисто, для моей семьи это вельми важное святое, потому что я люблю жарко сказать, что я сам продукт 17-го веже, 39-го года. Мои батьки, мой тата, вся моя родина по батьку, это заходняя Беларусь, это Столбцовский и Несежский районы. Мой дед, 16-й год, у армии Тухачевска наступал на Варшаву, а потом партизанью на Лебонской пушке. А потом, в 39-м, он с Устрокау, в Червоную армию, в Ставию Брама. Другий мой дед, Стиславско-Краснопольский, с уходней Беларуси, выпускник Витебского ветеринарного института, в складе Узброенных сил Червоной армии, наступал в этих отделах, которые перешли между 17-го веже. Мои батьки, мои мать, ни коли бы не сутрелись, и на пыль батьков, коли бы не эта падея. Это очень важная падея для нас. Вячеслав Викторович сказал, что Беларусь не вчера началась. Запомните одну речь, у всех. Я в первую очередь не до профессионалов. Мы не меньше историчный и сторожительный народ, чем наши соседи. Вот это первое. У нас не повинно не быть никаких комплексов. Многие перекладываются на Беларусский комплекс, неполноценности перекладываются на комплекс неполновательности. Неправильно. Есть хорошее, хорошее значение. Комплекс мизерности. У нас не мусить быть комплексом мизерности. За нами великая традиция нашего народа, нашей истории. И тое, что сегодня мы маем свою незалежную державу, это выник супольных намаганий. Выник той историчной эволюции, какую мы прошли от этнографичной обольности до сучасной нации с усими атрибутами державы. И, как любить говорить белостокские истории коллег Латышона, коли народилась моя бабуля, не было Беларуси, а был северо-западный край. Коли она дошла в инший свет, то президент Республики Беларусь уже в другий раз стал президентом. За житель одного поколения, перестать час от одничной ступольности, не имеющей реальной державности до нации, это треба постараться. Уси шотландцы и ирландцы отпочивают. Тому мы великий народ, гонорим со своей историей, и помним, что за нами великая традиция. Любим свое, а любить свое это не значит ненавидеть инших. А теперь несколько моментов, пробовать тех метастазов ненависти, того помножения ненависти, которую робить при прочитании, альтернативном прочитании одного из самых важных, болючих моментов нашей истории, истории Великой Речной войны. Я сам медиевист, я с колоссальным задовольнением показал бы вам иншие слайды, которые у меня тут есть, про свой подручник по истории белорусской державности, эти вот, вот-вот взялись в университетах, уже отруковали тараж, мы тут вот с Александром Геннадьевичем, и с Вадимом Францевичем, с авторством, написали этот подручник. Там все про державность белорусскую, основные этапы, и развитие державных институтов, и история белорусская, этничная, все там есть. Але я хочу рассказать об концептуальном обновлении выкладания истории Великой Речной войны. Спойниться на тих моментах, на тих контроверсиях, на тих спрочных моментах, які эта гороча промовляются, обмерковываются в тимлику в интернете. Вместо узважного, спокойного прочитания разных сюжетов нам пропонуют заангажеванные, фальстикованные, политично-фальшивые варианты прочитания нашего, такого важного для нас, у всех белорусов минулого, бо, коли белорус скажет война, то ему не треба ніяких додатковых означений, он разумеет, что справа идти про тую, опошню, самую кривавую, самую трагичную в нашей истории войну. Тому я себе дозволю некольких таких уводных, наступный слайд, пожалуйста. И нагадаю, все ж таки, что такое идеология нацизма? Чому я про это хочу одразу сказать? Есть масса фальшивых версий, об тем, что у Беларуси была альтернатива у выгоде союза с нацизской Германией. Мавлял ты, я, кто ставил на Гитлера, договоруется, особенного до той, что Беларусь была союзником, но это оба ли фэнтези, это головать, отпочивая от интеллектального наполнения. Но давайте все ж таки вспомним, как себе бачили упорядкование света истинные у двух костей арыц. Учим судность идеологии нацизма. Первое, это расовая теория. Люди делятся по расовой иерархии. Причем, Белые, это не одна раса. Есть нордичная раса, это полночные германцы, полночные европейцы, это маулял сливки громадства, это раса господ, раса панов, нордичные арыцы. Это все скандинавы, это немцы, это англосаксы. Трошки горши гатунок, латинская либо межнемноморская раса. Это французы, испанцы, португальцы, ну и вот это как раз. Ну, не такая якостная кровь, а ли так само нормально. Далее мы с вами, усе без выключения, заходнее, усходнее, паутневое славянное, подкресли, усе без выключения. Раса рабов. Люди, славяне, мавлял, ничего не створили за свою историю. Был такой историк, российский, немецкий, и археолог Кассина, и сам обмагида, еще был археолог, вот когда он рассказывал про славянские культуры, он сказал, ну, зараз расскажем про славянские культуры, а больше правильно про их искультуру. Разумеется? Ну, и унизи раса по России, КТМ, и они по имени быть священными нормами. Во всех бедах арыльцев виноват и вены. Это колестисло, коротко. Другий момент. Гэта теория про житевую простору. Лебен с раумом, кали касать по-немецки. Основу гэтэй теории житевой просторы были сформулированы еще не у нацистской, а у кайзеровской Германии у меморандуме об войне 1914 года. Сотность. Кали б немцы досянули своих метов, то с территории царства польского, это значит с русской Польши, с территории Белоруссии и Украины повинно было быть выселено насельничество и гэта повинно было стать зоной немецкой колонизации. Гитлер удосконалил с уликом своей расовой теории этой уявлении и лечил, что цитата европейская частка Советского Союза повинна стать тем самым, чем есть британская Индия для британской империи. А выходиться с мясцовыми тубыльцами треба так, як обходиться с австралийскими аборигенами. Ну, ясно я. Это тое, что казалось щиро и вслых. К чему я отхожу этой речи? Потому что одно таки рассказывают, что Махчима там была некая там альтернатива и мавляу, люди, які пошли на немецкий бок, объективно змагались за правдивую белорусскую незалежность, за белорусскую державность и были нозбитами высоких национальных идеалов. Гэта вы можете прочитать скрозь. Нагадаю, что немцы на самом першем показывать картинки тых, кто так говорил, рабил, и все, что немцы спирались все ж таки знамя зарабить. Есть еще один риф. Вот, коли мы приняли закон о геноциде белорусской нару, коли мы огучили, артикулявали гэту идею и зарабили законодавчу, законодавчу отказность за отмавление это. Понялся вой по всему интернету, что, мавляв, гэта генеральный прокурор придумали геноцид, а его не было. Мавляв, только евреи обмечали. Ну, по-перше, мы успремаем весь все население Белоруссия как один политичный народ, одну политичную нацию, с другого мы николи не отмавляли холокоста как важнейшего элемента геноцидов, ну и по-другому учите матчасть, всем настойливо рекомендую, как не забивать в частный эфир фундаментальную монографию немецкого историка, який в 1999 году в своей опубликованной докторской монографии Кристиан Герлах, тогда профессор Берлинска, а Берлинска университета, на 1200 сторонах формата МА4 грунтованно с немецкой пунктуальностью проанализовал экономичную политику Третьего рейха на территории Беларуси и обгрунтовал Усюбакова, что баюки нацид беларусского народа. Настойливо рекомендую, кроме плана ОСТ, пригадать план Генриха Бака, министра сельской господарки, який был так само затверджен. У царковику 41-го года на стол праводорова Третьего рейха легла пульхная папка, у которой была расписана демография, экономика, культура Беларуси. И было написано, что за период индустриализации и модернизации БССР занадто шмат людей народилось. Немцы делили всю европейскую участку СССР оккупованную на две зоны. Зона полночь и зона полночь. Зона полночь. Беларусь и европейская участка России. Вдов на полденье Украина, Крым, повночь и Кавказ. Там родливые плодородные хлебы, там чернозем. А вот тут им потребно было только сельская господарка, только так званая Новая Германия, где не повинно было быть индустриализацией. И они собирались снижить усе городские комплексы белорусские и по их подвикам. Там то шмат голодных ртов, которые не повинны были жить. Там у нас повинно было застаться миллион триста тысяч человек. Сельско господарчих рабов, невысокоинтеллектуальных белорусских национальных адмасловцев, которые повинны пить фельджанку каву израиль с немецкими бюргерами. сельско господарчих рабов, миллион триста. У Минского и Минской окрузии 50 тысяч немецких колонистов и на кожного немца по два белоруса раба. 100 тысяч немцев. Бавруйский могилев по 20 тысяч немцев и по 40-50 тысяч отповедно рабов славян. Вот эта сермяжная правда это та стратегия яка была абсолютно докладно реализована. Зверните увагу на Минский процесс тое что говорили эсэсовские генералы яке проводили акции знищения на нашей территории тому что есть подлая внюсная мерзкая идея в том что партизаны виноваты в том что полили наши рёдки вот не сопротивлялись бы никто не полил почитайте то что на этом процессе Минском говорю генерал яке проводил этой партификационной акции по вынищению вашего населения и он литерально оказал наступной партизанские акции были сручными подставой для вынищения как еврейского так и белорусского славянского населения почитайте это такие вот комнаты это что было понятно что баварское пивко никто не пил при этом гитар тумач мы никому не повинны казать что мы пришли сюда на завсёд наша задача пропагандовать что мы принесли свободу хотя мы можем работать на этих территориях все что будет ничуть не будет поглядите на директи у Розенберга с так званой коричневой папкой якая закрывается национальным архивом Республики Беларусь доведенная до Кубе у Тымлику там чётко написано ниякой национальной державности ниякой национальных узброенных сил ниякой высшейшей научальной установки протекторат а потом складовая интегральная частка Великой Германии Балтийское море будет стать внутренним мором Рейха ничего не было ловить прибалтами их максимально використовали их бы так само не стало стягом часа в свою шарбу про эти речи треба помнить и треба помнить что пропаганда агитация и реализация не этих речей это две разные ниямонты ну и зараз покажу наших мерзовцев я все-таки хочу парадок лишь был назвать статистика бывает красомуний любого народу вот ты кто пошел служить у допоможной полиции белорусской краевной обороны 13-м белорусским батальоном СД потом вся эта наволочь была объединена на бригаду Беларусь 30-й геннадерской дивизии вафрена с конца 44-го года их было 20 тысяч человек на круг усих им собран стояло 374 тысяч есть еще одна песня белорусские партизаны это не белорусские партизаны это москали закинутые ГВДшники на парашютах это окружаются это не наши 70% это доказано 70% этнично складно белорусских партизанских отравок это этничные белорусы 50% молодь до 25 год миновито тому наш великий Олисадамович называл наши партизанские руки кинимая аналогом я в хрупп сопротивлению другой суцветной войны крыжовым походам детей 16% были девчата наши белорусские девчата самые про Божие на свете я был во всей Европе я не кажу про Минск это Вова или Дорадо про Гороси тоже не кажу про Нешто меньше наше самое лучше хлопцы будьте их варти 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 наступная мама ну не это все не только но и не только 20 тысяч это наш национальный страниц али основная масса тех кто допомогал нас нишчать немцы выдать наведали что такое национализм на этой территории как белорусский так и польский так и русский так и украинский так и литовский называли первичную чуэль националь национализм я не лечу что у всех представники той кинжей нации неводники мерзотники и наши вороги я просто кажу что люди с пылной идеологией вот этот националистично нацистский интернационал колоссально допомогали унищение подпорядкование участок оккупации нашей территории про это мы не казали про это есть мои коллеги какие до сегодняшнего дня про это не хочет писать своих подружниках повторюсь историчное право не бывает выборочное я только умы починая внешне хавать камуфлировать щиро и сумленно не рассказывать а дразу у того кто читает возникает стойкое проконание что он а с вами с вами с молодыми с такими светлыми прогоженными тварами люди которые сидят в зале с вашим обвостренным почувствием справедливости и пошуку правды 20 год же все ведаешь левшим батьки не самому 20 тому выше все ведаете выше улевш нас в бога за порогу злодили да ну я сам таким ваш новости был дабы с вами термят спокойно говорить лететь вам очень и хрусить ему непоминны хрусить в своих книжках и не устраивать медь их сокретов замок хаван и так осталось что питьевщину полили латышские легионеры латышки батальоны полиции так осталось что асвейская трагедия на сумлении восьми латышских батальонах так осталось что только два народа подчас другой светлый майк имели белорусов рабов немцы латыши какие торговали нашими подлетками по 10 марок так сталося что украинские батальоны украинских националистов каких украине рубит героями у их по локоть у крыли белорусской крылью герой украины лидер роман шухевич роман шухевич мая прикрыл белорусский сюжет весь 42 год замком бата 201 батальона роман шухевич командир 1 роты замком бата 201 батальона весь 42 год провел на Витебщине в районе ушач больше 2000 выниженных людей 90% бандитов у справоздачных это не мои выники я не занимался этим я читал просто шведско-американского историка пера Андерса Рукинга самого великого специалиста по украинских националистах на нашем интервете так вот большинстве тысяч изниженных из них 90% безброя это значит цивилизм населес хаты есть радумники рассказывать что украинские националисты ни при чем не бандеровцы алименниковцы 118 украинский батальон букаинский курей черновцы а пошли кто забивал людей украинский 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 15-м годе на 95-м годе своего життя спокойно сканал уластным теплым ложку под Монреаля али перед этим в 94-м годе он стал гоноровым громадянином черновцов а потом своего броши на его родине с бронзой а ты трех метров и помню героев бухаринского курыня ты кто полюх а ты литовские герои другие он же 12-й литовский батальон Антануса и Пулявича минского мясника яки терроризовал минске венщину 57 тысяч снищенных людей зих 11 тысяч повешены абьюдантом у этого человека был был и литовский президент Адамус коли вы поймете у нас музей великой причиной войны побачите немцев небыто немцев велики вешают минских подпольщиков не немцы вешают и литовцы вешают и фиксуют на киностушку вот это правда яки правда то и что армия Краева в другой половине 43-й 44-го года все больно с ассовцами прорывала удел в антипартизанских акциях и полина нашей русской западной Беларуси и забивала в наших людей нема невозного подразделения армии Краева якая воевала на территории Беларуси якая не запрямила себе белорусской крови и еще до вызволения нашей территории и в этом мы будем помнить и не забывать не кори ну а теперь про Игорь Александрович у меня есть быток получился а теперь я просто покажу картинки с минимальным комментариями ну и самое головное а пошли миф мауляу белорусские националисты собирались воевать супругом супругом и символю подъемно выкористовывали и все остальное давайте поглядим картинки Побиана Акинш изголовный лидер белорусских нацистов Далей вот замес Соросов был Альфер Турзенберг и Мексина Сававич в 30-е годах видим Далей а это подяку это веншование Адольфа Гитлера Далей это Белорусские Якихины завербовали после 39-го года в Гранденбург 800 Яких с 19-го по 21-е годы на парашютах были скинуты немцами и склали костяк команды Минской на помощной полиции в 41-м Далей Далей это подяки Гитлера это Наталья Арсеньева яка спочатку написала верши ухвальные Ленину Оду Сталину написала про самых счастливых советских жанчин спочатку была сексотка НКВД и стучала на Максима Танка а потом стала сексоткой ССД и ухваляла другую Владу а вот так починалась каждое ранец в Минских школах и Минской прогимназии под небыто забороненной символикой немцами Далей а вот это Белорусской народной самопомощи 41-42 года пою можно было шастать по всему Минску навык после комендантской годины бачите кредиозное сполучение кранальное сполучение это архивные речники заходят в Национальном архиве ах историчный факт мои дорогие это фрагмент реальности а не бла-бла в интернете Далее а это когда белорусская самопомощь просто стала белорусской самопомощью и с Паперой стал напряжен пострадавшие 43-е Далей ну это был таки бабарыка бабарыки розы Далей белорусская рада пропановала замест погони кветку Василька на щит доброходников белорусских рот СС и СД но Гимнер не дозволил тому что уже Василек носили 22-я кавалерийская дивизия в Афганасе Стерезе Листаем Листаем сейчас мы закончим Листаем три варианта белочеронно-белых повязок слонимская самохова Далей для офицеров а вот полиция не носила повязки а вот 13-й белорусский батальон верните теперь не еще 13-й белорусский батальон СД это и СС и белорусские архомцы 5 етов смещили людей душили душа лубков тростянцы 22 тысячи под Барановичем Колбычевым для их для их написала Наталья Арсеньева Могутный Божий и инши маршевые песни пели подчас своих марш 5 етов уделовавших великих карбных операций в тупрах своего народа в 43-м и 44-м годе далее форма батальон немцы не дали по голове повесить только был червонный белостежок а так одна голова форма СС далее а вот это кальвары ореховают своего забитого партизаном офицера далее а это након того что наши полицаи и сироты немцев были самые ненадейные самые дешевые батальон самые дорогие прибалки украинцы широковая самая минимальная зарплата ну украинские офицеры чуть-чуть в мире более того что ну вот так вот далее ну это по Минску маршируете при оккупации далее это в Берлине выназанные плакаты листовки яко наперевукаюся с ужасной стань новоевропейцем сдавусь европейскую освету нашли шеврон СС попасть батьковщину фюрера это значит проводы раклише себе идем не ставь далее поехали приехали далее газета ранится вера 744 года далее 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 флагники не выкористовывали боевые подразделения разных нацистских вот это фрагмент реальности а не брахня обмысловываются в интернете идем далее белорусская краевая оборона подняться стягу в гармезоне БК далее Менск 44-й год присяг офицеров белорусской краевой обороны далее представь чему это так важно Готберг рапортовал белорусский нацист зуй мехас наш коллеги рубить героем отражения и кипалю на Витебщине свои носки идем далее далее взворот наших партизанов а это продукция сучастных белорусских нацистов представь оказывается мы повинны ничьевать лечить что это наше национальное святое как классно быть в такой форме а вот минский клап нацистская группа и это кайфово выкинуть руку к зиге далее нашей неправильной зажатой краине 15-16 год далее там были фаны динамо так само нацистские а это белорусский black поган метал вот еще морально урод яки цитуя Алексеевича кажут что от червоной мрази очищали подчас другой светлой войны далее а вот поехали хлопчики на Донбасс в 14-15 годы далее такие красавцы далее далее а вот девочка с найком в 20-м годе вернулась и знатно зажигала на стеле далее правда девчата не умеют макияж на фазе но идем далее а это сафари когда жреши особенно минские буржуи ездили на Донбасс инклюзив все включили по этих самых несчастных сепарах ватников и быдлу как они называли и за особой грошей это все снимали в выгляде своих видеороликов самое крутое снайперская ночная охота на человек тут гроши заробить а тут и поехать пострелять далее девочка с 14-15 года военизированное крыло молотого фронта незарегистрированного вояр проходила выучку под кировництвом правого сектора зимние и летние выходы в Карпаты это их справоздача в их контакте 19-20 года далее Филистович я герой БНР псевдогерой на самой справе человек який знищал людей в Тростанце в Глубоких за что он был расстрелян НКВД шпион СРУ скинутый на Львовской пушке далее студенты гуманитарного факультета одного з який ушанов они факт 6-7 насильств далее Гончаров моральный урод белорусский нацист 10-16 год левший сябр Романа Протасевича только не рассказывает Роман он был пулеметчиком батальона Азов два года тарабанил поглядите какие свастики черный ярлык крыш Дима Рубашев с Кеменчалем это все батальон Азов далее это все до того как до этой спецоперации это ты кого принимал ОМОН в 20-м годе далее светлые лица францы теста только не рыдающие с мамами демонстрирующие филейные средние части неведущие в Одинске штабы скинули на то нахуд Клубинский ходит далее еще тех из клетки вот для того как этого не было мы повинны рассказывать правду Якина Булова и про то что тот кто выбивает символи Петер-Левангера повинен знать что это подразделение резало белорусов от Климовича до Бреста а коли вы поднимаете героев Бандеру и Шелкевича то повинны знать что украинские националисты завсёды хотели снищить всё белорусское на помешице и отжать Брестчину и Гомельщину на коры своей украинской смастиной свободной державы вы про это поминны ведать и про это поминны и у подручников и у народциды и у популярной литературы далее али Беларусь это доброрус это тройна выдатных и добрых людей хворых шизофреников и ненавидящих патологично людей сродо нас завсёды была мизерная колькость и менавида там и завсёды приходили в обозе чужого войска повинали что гэта народ и самая крутая молодёжная организация каю из Беларуси это внутренние войски спецназ и силы спецопераций и ни один не положивший там кали мы кажем им молодь молодь знаний и мы с нами декор декор Александр Борзалюк докладно